Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжу наш интересный разговор. И вопрос коснется предменструального синдрома. Как мы знаем, что предменструальный синдром – это патологическое состояние, характеризующееся циклически, повторяющимся физическими, психоэмоциональными, поведенческими симптомами, которые развиваются в лютеиновую фазу цикла за 2-14 дней перед менструацией и исчезают с ее наступлением. По международной классификации болезни десятого пересмотра предменструальный синдром мы можем отнести к болевым и другим состояниям, связанным с женскими половыми органами и менструальным циклом. И хотелось бы сказать, что все же, хоть мы и говорим, что предменструальный синдром – это симптомокомплекс, но исследователи все же относят это состояние к заболеваниям, ассоциированным с менструальным циклом. Эпидемиология предменструального синдрома достаточно разнообразна, распространенность достаточно широка, варьировать встречаемость предменструального синдрома может от 5 до 95%. Частота возникновения увеличивается с возрастом, чаще встречается у женщин интеллектуального труда. Кофакторами могут являться стресс, аборты, осложненные роды, перенесенные инфекции. И как мы далее скажем, по формам предменструального синдрома делится на легкую и тяжелую форму, так вот тяжелое течение встречается у 11% респонденток. Средняя тяжесть – 36-45%. Симптомы предменструального синдрома весьма и весьма разнообразны. На сегодняшний день известно более 200 симптомов предменструального синдрома. Это по-хорошему говорит о том, что четких критериев и четких симптомов, к сожалению, предменструального синдрома на сегодняшний день не существует. Чаще всего мы сталкиваемся с перепадами настроения, депрессией, гневливостью, конфликт с другими людьми, напряженностью, тревогой, раздражительностью, снижением интереса к обычной деятельности, трудности с концентрацией, усталость, изменение аппетита, нарушение сна, повышенная чувствительность груди или мосталгия, головные боли, мышечная боль. И вот этот перечень можно продолжать еще дальше. Формы, на которые делится на сегодняшний день предменструальный синдром, условно делятся на нервно-психическую, отечную, цифологическую, кризовую и атипическую. Почему я говорю условно? Потому как, в принципе, довольно часто мы сталкиваемся, мы не сталкиваемся с чистой формой какого-нибудь, например, нервно-психической формы предменструального синдрома, а довольно часто сталкиваемся со смешанными формами. По тяжести течения предменструальный синдром делится на легкую форму и тяжелую форму. И еще по течению это может быть компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная форма предменструального синдрома. Эти патологические механизмы предменструального синдрома тоже достаточно разнообразны. Существует несколько теорий развития симптомокомплекса предменструального. Основные теории, и на сегодняшний день, скажем так, интересные для нас, это гормональная. Когда происходит основой гормональной теории развития ПМС считается нарушение соотношения эстрогенов и прогестерона в лютейновой фазе менструального цикла, это аллергическое, когда мы имеем некоторую гиперчувствительность к эндогенному прогестерону, теория водной интоксикации, гиперандренокритикальная активность и уличение альдостерона, психосоматических нарушений. И еще раз повторяю, что довольно часто мы сталкиваемся именно со смешанными формами. Самая распространенная, одна из самых распространенных, это гормональная теория, и она имеет место быть, и она имеет целый ряд подоплек в своем развитии. Избыток эстридиола и недостаток прогестерона способствуют возникновению таких симптомов, как головная боль, аденомия, повышенная утомляемость, задержка жидкости, снижение диуреза. И все это можно привязать именно к эстрогеновым эффектам. Задержка натрия, а значит и жидкости в организме, и мы будем иметь отеки. Гипогликемия, которая может развиваться при гиперэстрогенномии, и мы будем иметь усталость, аденомию и снижение настроения. Изменения в системе ренин, ангиотензин, альдостерон. Мы знаем, что при повышенном уровне альдостерона в почечных канальцах происходит обратное всасывание натрия, в ходе которого теряется калий, кальций, и накапливается жидкость в тканях. А прогестерон, как мы знаем, антагонист альдостерона, и при его недостаточности возможно развитие явления вторичного гиперальдостеринизма. Это говорит о том, что недостаток прогестерона может служить толчком к развитию именно изменений в системе ренин, ангиотензин, альдостероновой системе. Диагностика предминструального синдрома. Достоверные и общие доступные лабораторные критерии диагностики предминструального синдрома на сегодняшний день отсутствуют. И что неудивительно при таком обилии симптомов ПМС. Очень важное значение играет анамнез. Именно тщательный сбор анамнеза поможет нам поставить правильный диагноз. И правильно в дальнейшем вести эту пациентку, и правильно назначить ей лечение. Диагностика предминструального синдрома должна базироваться на характерных клинических симптомах. Психоэмоциональных, обменно-эндокринных и цикличности их проявления до менструации и исчезновения после нее. Именно цикличность, потому что психоэмоциональные и обменно-эндокринные симптомы, они могут наблюдаться при целом ряде заболеваний, касающихся не только гинекологических проблем, но именно цикличность их проявления будет служить одним из критериев постановки диагноза предминструального синдрома. Перед назначением лечения необходимо комплексное обследование пациенток, направленное на выявление гинекологической и сопутствующей экстрагенитальной патологии. И очень важную роль играет консультирование с привлечением смежных специалистов. Женщин с тяжелыми формами предминструального синдрома целесообразно направлять в специализированные учреждения для проведения молекулярно-генетического обследования с целью выявления генотипов ряда генов, полиморфизм которых может быть ассоциирован с клиническими симптомами заболевания. Например, глутатион-5-трансфераза, который указывает на предрасположенность к психоневрологическим нарушениям, а также рецептор адафамина, который будет указывать на предрасположенность к развитию дисфорических расстройств. Пациентка с генотипами 313АА и 341 сисигена. И рекомендуется консультация и лечение у психоневролога. Лечение предминструального синдрома также имеет достаточно широко, разнообразно. И наша с вами задача выбрать правильную тактику и выбрать правильные препараты при лечении предминструального синдрома. Это могут быть селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, это может быть гормональная терапия, это могут быть и должны быть, и довольно часто достаточно даже изменить рацион питания, чтобы уменьшить проявление предминструального синдрома. Регулярные физические упражнения, консультирование психотерапевта, о чем я уже говорила выше, витаминные препараты, противовоспалительные препараты. Итак, что же мы можем с вами применить? Аральные контрацептивы, синтетические прогестины, бромокриптин, ингибиторы моноаминоксидаза, витамин В6, спиронолактон, кальций и витамин D, ингибиторы простагландина, агонисты гонадотропин, релизинг гормонов, когда мы имеем дело с тяжелыми формами предминструального синдрома. Кроме этого, применяются анксиолитики, блокаторы опиатных рецепторов, ингибиторы обратного захвата серотонина, это антидепрессанты. Эти препараты вам всем известны, но кроме препаратов химических, мы можем применить и препараты фитонаправленности, и применяются довольно успешно. Это витекс священный, зверобой продырявленный. Но и когда уже ничего не помогает, и состояние женщины тяжелое, то да, применяется, к сожалению, и хирургическая форектомия, то есть удаление придатков, удаление яичников. Хотелось бы остановиться на некоторых препаратах, на некоторых методах лечения и возможности применения препаратов при лечении предминструального синдрома. Микронизированные комбинированные оральные контрацептивы на сегодняшний день широко используются. Хорошо, достаточно. Мы владеем сегодня достаточно широким спектром. Пероральные контрацептивы тормозят овуляцию, стабилизируют концентрацию половых гормонов в крови и таким образом облегчают симптомы предминструального синдрома. Определенное внимание уделяют микронизированным кок, который содержит прогестоген дрозперинон, являющийся производством спиронолактона. О препаратах спиронолактона и возможности применения в лечении ПМС мы уже говорили, так как именно он препятствует задержке натрия и воды в организме и предотвращает такие эффекты, вызванные эстрогенами, как увеличение массы тела, нагрубание молочных желез и так далее. Дрозперинон особенно может быть эффективен при отечной форме предминструального синдрома. Витамин В6. Я уже сказала, что возможно применить и витаминные препараты. Почему витамин В6? Потому что именно он является кофактором, необходимым для синтеза катехоламинов и допамина, осуществляет коррекцию обмена в нейротрансмиттерах и таким образом делает обоснованным его применение при явлениях депрессии, раздражительности, отеках, головной боли, метеоризме. Здесь представлена сводная таблица, опубликованная Королевским колледжем акушерской гинекологии в 2016 году, так называемый менеджмент предминструального синдрома. К сожалению, она вся не поместилась, но представлены именно препараты не медикаментозные, то есть не гормональные препараты, не препараты психотропные. И так как этот вопрос вызывает довольно-таки большой интерес и возможности поиска новых методов лечения предминструального синдрома, так вот, здесь представлены целый ряд препаратов, которые доказали или не подтвердили возможность удачного применения в лечении предминструального синдрома. Ну, вы видите, что витамин В6, магнезия, мультивитамины, сочетание кальция-витамина D, витекс, агнус кастус, гинкобелоба, сафрон и так далее. Именно, ну и хотелось бы остановиться на тех методах, которые, на тех препаратах, которые подтвердили целым рядом исследований, которые были и двойные, слепые, рандомизированные клинические исследования, это витекс, агнус кастус, 923 исследования, которое было подтверждено семью публикациями. Было отмечено, что препарат не является стандартизированным препаратом, но имеет хороший эффект. Почему именно применение витекса священного имеет хороший лечебный эффект? Потому что именно этот витекс, агнус кастус имеет дофаминергический эффект, нормализует повышенный уровень пролактина, способствует нормализации баланса эстрогена и прогестерона, обладает апиоидергическим действием, оказывает антиоксидантный эффект и позитивно влияет на психоэмоциональную сферу. То есть все те симптомы, о которых мы говорили с вами выше, на все влияет именно витекс священный. Механизм действия витекса священного основан на влиянии именно на секрецию пролактина и также гонотропин-релизинг гормонов. Это и фолликулостимулирующего гормона, и лютеинизирующего гормона, значит, опосредованно влияющие и на функцию яичника. Препараты, содержащие витекс священный, это мастодинон и циклодинон. Это фитопрепараты. И, безусловно, они должны отвечать требованиям, предъявляемым к фармпрепаратам. Должны быть безупречного качества, безопасными и не содержать посторонних примесей. Циклодинон выпускается в виде капель и в виде таблеток, применяется внутрь один раз в день, что улучшает его переносимость и приемлемость. Может применяться при предминструальном синдроме, при мастодинеи, при нарушениях менструального цикла. У нас проходила под руководством Веры Николаевны Прилепской в нашем центре, в 2006 году, правда, проходило исследование, которое подтвердило приемлемость и возможность применения циклодинона у женщин с ПМС, средней тяжести и тяжелыми формами. По данным ПМС-дневников и по данным психологических опросников, циклодинон показал возможность применения и хорошие результаты. Мастодинон – это комбинированный лекарственный фитофармацевтический препарат. Кроме витокса священного, он содержит еще ряд растительных препаратов. Показание может быть применен и при менструальном синдроме, и при фиброзно-кистозной мастопатии, и при нарушениях менструального цикла. Также выпускается в каплях и в таблетках. Мастодинон нормализует состояние вегетативной нервной системы при ПМС и мастолгии, что подтверждено исследованием, которое проходило и было опубликовано в 2013 году. Преимущества фитопрепаратов – хороший терапевтический спектр действия, хорошая переносимость, достаточно высокая эффективность, практически отсутствие побочных эффектов и противопоказаний, хороший профиль безопасности, может быть альтернатива медикаментозной терапии, возможно сочетание с лекарственными средствами, возможно длительное применение, что весьма и весьма неплохо при хорошей переносимости и отсутствии побочных эффектов. И возможно применение у женщин, имеющих противопоказания, гормональной терапии. Тактика ведения пациенток с предминструальным синдромом должна быть дифференцированной и зависит от тяжести его заболевания и тяжести его течения. Качество жизни женщин ПМС значительно нарушено, особенно при тяжелой форме, и это мы не должны забывать. Лечение в основном должно проводиться врачами в условиях диспансерного наблюдения, но у женщин с тяжелыми формами ПМС телесообразно направлять в специализированные учреждения для более глубокого обследования. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.